Друзья, привет! Приветствую вас на канале Немецкий язык по плейлистам. И мы продолжаем наш плейлист Немецкий язык за 50 уроков. Да, у нас с вами завершилась контрольная работа. Пишите, как у вас дела, как прошла контрольная работа. Нам это всем очень интересно. Мы же переходим к новой, очень важной теме. Как мы скажем, я в Германии. Да, дословно получается я. Но грамматически в немецком это неверно. Почему? Потому что здесь есть такое правило. Видите, если в предложении нет глагола, то нужно использовать форму глагола быть. Глагол быть в немецком это глагол sein. И форма для ich, я, это форма bin. То есть нужно говорить ich bin in Deutschland. Дословно я есть в Германии. Но по-русски мы не переводим просто я в Германии. Но так как глагола нет, мы говорим, видите, здесь именно со связкой формы sein. Для я это ich bin. Ich bin in Deutschland. Я в Германии. Ich bin in Deutschland. Хорошо. Как мы скажем, я в Берлине. Я, ich. Опять же глагола нет, поэтому ich bin в Берлине in Berlin. Ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin. Теперь другое предложение. Меня зовут Анна. Мы здесь скажем, используя конструкцию моё имя. То есть моё имя Анна. Моё имя будет mein. Да, моё это mein. Имя name. И дословно Anna. Анна. Но что мы видим? Да, видите, существительное, поэтому name с большой буквы. Что мы видим? В этом предложении нет глагола, поэтому используем форму глагола sein. Если это именно означает это, то есть mein Name означает это, а форма для этого – это форма ist. Ist. Поэтому получается, конструкция меня зовут mein Name ist Anna. Mein Name ist Anna. То есть моё имя есть Anna. Почему ist? Потому что моё имя означает это, означает es, а для es форма ist. То есть, смотрите, да, если мы посмотрим sein, то здесь, если я, ich bin, а если это есть, то будет es ist. Это есть. Es ist. Но, видите, здесь mein Name. Mein Name означает es, поэтому ist. Также здесь, конечно, можно сказать и использовать ту конструкцию, которую мы разбираем до этого. Используй хайсен. Пожалуйста. Так как будет «меня зовут»? Это будет ich heiße Anna. И так и так можно. Или ich heiße Anna. Или мы используем конструкцию, видите, mein Name ist Anna. Здесь есть глагол, видите, ich heiße Anna. Поэтому здесь, видите, форма sein не нужна. Здесь глагола нет, поэтому мы используем форму sein. Mein Name означает es, поэтому ist. Mein Name ist Anna. Mein Name ist Anna. Ich bin in Deutschland. Я в Германии. Я в Берлине. Их bin in Berlin. Меня зовут Anna. Если используя heißen, ich heiße Anna. Или используя mein Name, видите, долгий звук А, Name. Mein Name ist Anna. Mein Name ist Anna. Ich bin in Deutschland. Ich bin in Berlin. Ich heiße Anna. Mein Name ist Anna. Меня зовут Ник. Да, будем говорить в этом уроке по умолчанию используем конструкцию Mein Name ist. Меня зовут, то есть мое имя. Mein Name ist Nick. Mein Name ist Nick. Да, то есть конструкция. Mein Name ist. Меня зовут Лена. То есть мое имя. Mein Name ist Lina. Лена. 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 Mein Name ist Lina. Mein Name ist Lina. Меня зовут Пауль. То есть мое имя. Mein Name ist Lina. Меня зовут Ник. Mein Name ist Nick. Меня зовут Лена. Меня зовут Пауль. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Nick. Mein Name ist Lina. Mein Name ist Paul. Я – Anna. Я. Ich. Дословно Anna будет Anna. Но мы видим, что в этом предложении нет глагола, поэтому используем форму sein. Да, форма sein – это глагол «быть» в немецком. А раз ich, то форма bin. Получается ich bin. Я. И далее указываем, если нет глагола, как раз, что к этому относится. Ich bin Anna. Ich bin Anna. Ich bin Anna. Я – Nick. То есть не просто ich, а ich bin и называем имя. Ich bin Nick. Ich bin Nick. Ich bin Nick. Я – Lena. Я – ich bin. Lena – Lena. Ich bin Lena. Ich bin Lena. Итак. Я – Anna. Ich bin Anna. Да, видите, начинается нагласный звук, поэтому произносится более усиленно. Anna. Anna. Их bin Anna. Я – Nick. Их bin Nick. Я – Lena. Их bin Lena. Да, видите, здесь, хотя отдельные слова – ich, bin, но произносится как бы вместе, как бы слитно. Получается, видите? Их bin. Их bin. Их bin Anna. Их bin Nick. Их bin Lena. Я – уйдет. Я – пауль. Я – пауль. Я – и бин. Пауль – пауль. И бин пауль. И бин пауль. Далее тоже интересные примеры. Как сказать? Мне 20 лет. Вот, говоря о возрасте, мы также используем форму глагола sein быть. Если мы говорим о себе, то мы здесь именно используем конструкцию ich bin. Говоря о возрасте. То есть, мне 20. Если просто мне 20, мы скажем ich bin. И далее 20. 20 это 20. Ich bin 20. Но если мы хотим сказать еще лет, то мы еще добавляем вот такую фразу. Смотрите, это фраза ягэ, ягэ, альт. Ягэ, альт. То есть, вообще ягэ, видите, это лет, но здесь добавляется альт. Это грамматически верно именно так. И получается, ich bin 20 Jahre alt. Видите, ягэ, долгое а, ягэ, альт. То есть, еще раз, если просто мне 20, то вот это, да, ягэ, альт можно не добавлять. Там, ich bin 20. Если мы хотим сказать лет, то мы добавляем именно не просто ягэ, а ягэ, альт. То есть, ягэ, 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 альт. Мне 30 лет. То есть, говоря о возрасте, используем конструкцию sein, формы sein. Если от себя получается ich bin. Далее 30. Это будет 30. И также лет. Не просто ягэ, не просто ягэ, а ягэ, альт. Ягэ, 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 альт. Ягэ, 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 альт. Например, мне 20 лет. Ich bin 20 jahre, альт. Видите, посольную транскрипцию, это как цэ. Тэсэ, это как цэ, получается цванцих. То есть, цванцих. Цванцих. Ich bin 20 jahre, альт. Мне 30 лет. Ich bin 30 jahre, альт. Ich bin Paul. Sein. Ich bin. Ich bin 20 jahre, альт. Ich bin 30 jahre, альт. Мне 50 лет. Итак, говоря о возрасте, о себе, мы используем конструкцию ich bin. Ich bin. Далее 50 будет 50. 50. Получается, это мне 50, а если еще лет, мы добавляем jahre, альт. Их bin 50 jahre, альт. Их bin 50 jahre, альт. То есть, 50, то есть, 50, 50, получается, ich bin 50 jahre, альт. Я учитель. Я учитель. Я их учитель. Если мужского рода, то это будет дословно lege. Lege. Но в этом предложении нет глагола, поэтому используем форму sein. Для их это bin, и получается, ich bin lege. Ich bin lege. Я учитель. Да, и важный момент. В немецком, видите, говоря о профессии, о роде деятельности, здесь не ставится как раз артикль в этом контексте. То есть, просто само существительное, как есть. И получается, ich bin lege. Ich bin lege. Ich bin lege. Хорошо. А как сказать, я учительница? Также, я не просто ich, а ich bin. А вот учительница будет legerin. Legerin. Вот это in указывает на женский род. Получается, ich bin legerin. Ich bin legerin. Это я учительница. А если просто, ich bin lege, это я учитель. Видите, то есть, окончание нам указывает, какой род. Получается, мне 50 лет. Ich bin 50 jahre alt. Я учитель. Их bin legerin. Я учительница. Их bin legerin. Мне 50 лет. Их bin 50 jahre alt. Я учитель. Их bin legerin. Я учительница. Их bin legerin. Их bin 50 jahre alt. Их bin legerin. Их bin legerin. Под этим подразумевается, что это студент, студентка. Также артикль нам не нужен. И просто мы говорим, ich bin student. Их bin student. Это я студент. Их bin student. Их bin student. Теперь скажем, я студентка. Я их bin. А вот студентка. Еще здесь добавилось, видите, было студент. Добавилось in. И получается студентин. Это студентка. Их bin studentin. И также, говоря о профессии, там вроде деятельности, как здесь студент, артикль здесь не нужен грамматически. Получается, Их bin studentin. Я студентка. Их bin studentin. Я менеджер. Я. Их. Бин. Менеджер. Менеджер. Их bin менеджер. Опять же, это менеджер мужчина. Их bin менеджер. Их бин менеджер. Я студент. Их бин штудент. Я студентка. Их бин штудентин. Я менеджер. Их бин менеджер. Их бин штудент. Их бин штудентин. Их бин менеджер. Я менеджер женщина. Тогда будет ich bin, добавили in, и получается менеджерин. Я так счастлив. Я – их. В этом предложении глагола нет, поэтому не просто видите ich, а ich bin. Далее так будет so, и счастлив – это слово glücklich, glücklich, счастлив. Ich bin so glücklich, видите, так, такой – это so, долгое – o, и glücklich – это счастливый, glücklich. Ich bin so glücklich. Если просто мы хотим сказать «я счастлив», то будет я. Ich bin – и счастлив – это слово glücklich. Я – менеджер. Ich bin – менеджерин. Имеется в виду «я менеджер» – женщина. Если мужчина, то будет тогда ich bin – менеджер. Менеджер – мужчина. Менеджер – женщина. Я – ich bin – менеджерин. Я так счастлив. Или, в принципе, можно также перейти «я так счастлива». Ich bin – so glücklich. Видите, здесь, когда прилагательное – неважно. Именно вот просто прилагательное – это здесь не имеет значения. Я счастлив. Или, я счастлива. Ich bin – glücklich. Ich bin – менеджерин. Ich bin – so glücklich. Ich bin – glücklich. Я – здесь. Я – ich bin – здесь. Ich bin – hier. Ich bin – hier. Ich bin – hier. Опять же, глагола нет, поэтому нужна связка. И мы говорим «ich bin». Ich bin – hier. Я – здесь. Ich bin – hier. Ich bin – hier. Да, дорогие друзья, теперь мы с вами переходим к диктанту. Как будет «я»? Имеется в виду не просто «я» – «ich», а с формой «sein». Это будет «ich bin». Ich bin – «я» или «я есть». Ich bin – «ich bin». Теперь скажем «меня зовут», используя конструкцию с «name». «Меня зовут» будет «mein Name». И далее что мы говорим? Какую форму «sein»? «Ist». Потому что «mein Name» означает «es», это «as es» – «ist». Поэтому «mein Name» – «ist». «Mein Name» – «ist». Отлично. Как будет «двадцать». «Двадцать»? «Двадцать» будет «цванцих». «Cванцих». «Cванцих» – это «двадцать». «Cванцих». «Cванцих». «Я» или «я есть». «Ich bin». «Меня зовут». «Mein Name» – «ist». «Двадцать». «Ich bin». «Ich bin». «Mein Name» – «ist». «Zванцих». «Тридцать» будет «dreißig». «Dreißig». «Fünfцих». 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 Также на конце видите звук «хе». «Fünfцих». 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 Теперь скажем «двадцать лет». Итак, «двадцать» будет «цванцих». «Цванцих». «И лет» мы говорим не просто «яре», а «яре alt». «Zванцих». «Zванцих». «Яре alt». «Zванцих». «Яре alt». «Тридцать». «Dreißig». «Пятьдесят». «Fünfцих». «Двадцать лет». «Zванцих». «Яре alt». Мы с вами дальше запланированно еще отработаем более подробно вот эти цифры. Пока как раз вводим эти цифры, говоря о возрасте. Это важно уметь сказать о возрасте. Итак, получается «драйсих», «фюнцих», «цванцих», «яре alt». «Тридцать лет». Итак, «тридцать» будет «драйсих». 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 И опять же, видите, здесь не просто «яре», а «яре alt». «Драйсих», «яре alt». «Драйсих», «яре alt». «Пятьдесят лет». «Пятьдесят» будет «фюнцих». «Фюнцих». И добавляем еще нашу фразу. Не просто «яре», а «яре alt». «Фюнцих», «яре alt». «Фюнцих», «яре alt». «Фюнцих», «яре alt». «Учитель». Если учитель мужчина, то мы говорим «лега», «лега», «лега». Здесь специально мы разбираем именно без артикли, потому что именно в нашем контексте мы используем без артикли. Артикли мы еще дальше отработаем. И запланировано, что мы именно разбираем то, что реально мы используем в речи. И получается «лега», «лега», «лега». «Тридцать лет». «Драйсих», «яре alt». «Пятьдесят лет». «Фюнцих», «яре alt». «Учитель», «лега». «Драйсих», «яре alt». «Фюнцих», «яре alt». «лега». «Учительница», «будет», «лега рен». «Лега рен». Да, мы помним, что когда мы говорим о профессии, о роде деятельности, то артикль не нужен, поэтому также вспоминаем, как мы говорим в реальной речи в этих конструкциях. Это важный момент на данном этапе, чтобы не было путаниц. Именно так. «Лега рен», «лега рен». «Студент», «будет», «штудент», 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 будет менеджер. Это менеджер мужчина. Если менеджер женщина, то будет менеджерин. Менеджерин. Счастлив будет глюк лих. То есть глюк и еще лих. Получается глюк лих. Глюк лих. Счастлив. Глюк лих. Менеджер мужчина. Менеджер. Менеджер женщина. Менеджерин. Счастлив. Менеджер. Менеджерин. Глюк лих. Так, такой, такая. Это слово ЗООО. Долгое Зо. Зо. mile так счастлив. Это будет так. Зо. И счастлив. Глюклих. Зо. Глюклих. Зо. Глюклих. Зо. Глюклих. Так. Зо. Так. Счастлив. Зо. Глюклих. Зо. Зо. Глюклих. Друзья мои, а что вы думали? Уроки усложняются. Видите, они идут по нарастающей сложности Курс продуман наперед Мы используем предыдущий материал Но сложнее и сложнее Новые конструкции, новые слова, новые фразы И идем к намеченной цели Это здорово, друзья мои, действительно Уроки сложнее и интереснее И естественно, если в начале уроки Приходились, может быть, быстро Они были достаточно простые А сейчас они посложнее И требуют большего внимания, большего усердия Поэтому, если не получается их так быстро пройти Не расстраивайтесь, друзья мои Просто уроки стали чуть посложнее Но и не менее полезные Итак, друзья мои Переходим к практике Меня зовут Ник В этом уроке мы по умолчанию Спустим конструкцию с нами То есть, меня зовут Мы говорим Mein Name Далее Ist Ник Mein Name Ist Ник Я в Германии Видите, глагола нет Поэтому не просто Их А Ich bin В Германии Я в Берлине. Я в Берлине. Я в Берлине. Мне 20 лет. Мне. Да, говоря о возрасте, по-русски мне, а по-немецки... Я в Берлине. Я в Берлине. Я в Берлине. Я в Берлине. Меня зовут Анна. То есть моё имя... Майн нааме... Ист... Анна. Майн нааме... Ист Анна. Майн нааме... Ист Анна. Мне 20 лет. Их бин 20 яре альт. Я студент. Их бин штудент. Меня зовут Анна. Майн нааме... Ист Анна. Их бин 20 яре альт. Их бин штудент. Майн нааме... Ист Анна. Майн нааме... Мне 30 лет. Мне 30 лет. Их бин 30... 30... Их бин 30 лет... Яре альт. Их бин 30 яре альт. Их бин 30 яре альт. Я студентка. Я... Их бин студентка штудентин. Их бин штудентин. Их бин штудентин. Их бин штудентин. Я здесь. Я... Видите, глагола нет, поэтому не просто их, а... Их бин здесь... Хе. Их бин хе. Их бин хе. Их бин хе. Их бин хе. Мне 30 лет. Их бин 30 яре альт. Их бин 30 яре альт. Их бин штудентин. Их бин хе. 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 Их бин 30 яре альт. Их бин 30 яре альт. Их бин штудентин. Их бин хе. Их бин хе. Их бин хе. Я, ich bin, Lena, Lena, ich bin, Lena, ich bin, Lena, мне 50 лет, мне, то есть получается, ich bin 50, 50, 50 лет, Jahre alt, ich bin 50 Jahre alt, я учительница, я, ich bin, Lena, ich bin, Lena, мне 50 лет, ich bin 50 Jahre alt, я учительница, ich bin, läherin, ich bin, Lena, ich bin 50 Jahre alt, ich bin, läherin, я счастлив, я, ich bin счастлив, glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, я, Paul, я, ich bin, Paul, Paul, ich bin Paul, ich bin Paul, ich bin Paul, мне 30 лет, мне, мне, ich bin 30, 30, ich bin 30 лет, Jahre alt, ich bin 30 Jahre alt, я счастлив, ich bin glücklich, я, Paul, ich bin Paul, мне 30 лет, ich bin 30 Jahre alt, ich bin, я менеджер, я, ich bin, менеджер, опять же, если менеджер мужчина, если женщина, то ich bin менеджерин, здесь, менеджер мужчина, поэтому ich bin, менеджер, ich bin, менеджер, Я так счастлив. Глюклих. Глюклих. Я менеджер. Я менеджер. Я так счастлив. Их бин зо глюклих. Их бин менеджер. Их бин зо глюклих. Друзья мои, да, реально уже такие интересные, классные предложения. И хочется сделать приятное. Действительно хочется еще раз прокачать наши навыки аудирования, а только на немецком языке данные предложения, чтобы получить удовольствие от немецкого языка. Слушаем. И также проговариваю, кто хочет. Итак. Да, и хочу сказать, что данный курс по плейлистам по усовершенствованной методике, то есть действительно методика здесь еще мощнее, на мой взгляд. И вот здесь, смотрите, если вы обратили внимание, кто обратил, это не просто предложение, поэтому, видите, здесь это первая ситуация. Смотрите, первая ситуация как раз о Нике. И что мы говорим о Нике? Что Ник говорит о себе? Смотрите. Далее следующая ситуация, раз мы говорим об Анне. Далее о Лене. Далее Пауль говорит о себе. Но, конечно же, эти фразы и конструкции вы можете использовать, говоря о себе, что очень и очень важно, что данный немецкий – это именно такой практичный немецкий. Это реально фразы, которые нужны. И мне нравится, друзья мои, что вы так усердно занимаетесь. Итак, давайте поднажмем, чтобы дойти до намеченной цели. Итак, друзья мои, danke, bis bald.